Механизмы стимулирования молодых ученых и перспективы развития науки обсудили сегодня в столице в рамках международного саммита, который собрал экспертов из дальнего и ближнего зарубежья. Ключевая цель – рассказать о возможностях по проведению научных исследований и коммерциализации стартап-проектов в сфере здравоохранения. В частности, в качестве успешного кейса была упомянута разработка отечественных IT-специалистов «Церебра». Она позволяет диагностировать инсульт на ранних стадиях с помощью искусственного интеллекта. Молодые врачи не стремятся, молодые специалисты не стремятся заниматься наукой. Это непрестижно, это невыгодно, это мало оплачивается, поэтому даже многие уходят с этой сферы. Но я хочу сказать, что мы надеемся, что сейчас выходит новый закон о науке и технологиях, и в рамках него будут прописаны механизмы стимулирования молодых кадров. О том, что, проходя стажировку за рубежом, они могут вернуться сюда, и они будут простимулированы. То есть сейчас разрабатываются механизмы возврата молодых ученых. То есть возможностей, я надеюсь, что будет очень много, и Академия наук как раз будет поднимать эти вопросы. Цель данного шоссеевого саммита еще раз сконцентрировать внимание на вопросах развития науки с точки зрения ее правильной коммерциализации, с точки зрения ее прикладного применения в целом в обществе, чтобы наука приносила реально ощутимую пользу для общества. В этом ключе, конечно, университеты играют ключевую роль, и нас в этом также поддерживает наша Академия наук при президенте Республики Астан. Я уверен, что и среди наших студентов есть очень много одаренных ребят, которые готовы сегодня показать не только университету, но и всему миру те или иные свои наработки.